Уважаемые товарищи, я пригласил вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня в экономике. Конец года, беспрецедентное санкционное давление на Беларусь. Мы должны четко понимать, как действовать, ни в коем случае не допускать неточных шагов, не то что ошибок, для того, чтобы предотвратить определенные последствия этих санкций. Ничего нового в мире, много стран, против которых постоянно применяются необоснованные дискриминационные меры. Примером тому является наша соседняя Россия. К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто не смотрит. Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил. Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии, а когда речь идет о давлении на нашу экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние белорусских граждан. Санкции есть, и это данность. Более того, они стали уже частью нашей жизни. Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики. И хотел бы поэтому услышать сегодня не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и ответным мерам, которые вам было поручено подготовить. Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны. Санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей. И самое главное – защитить людей, сохранить их благосостояние. Эта задача касается в буквальном смысле всех присутствующих. Поэтому мы в таком широком составе сегодня и собрались. Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих наших внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжаюшееся давление. Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача – использовать сложившиеся условия нам во благо. Во-первых, повторюсь, не должны пострадать люди. Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций. Насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий. Жизнь показывает, что как только намечается дефицит, тут же оживают серые, как мы их называем, схемы. И разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше. И Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится. Опыт наших соседей тоже подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам. Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производство товаров народного потребления. И люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию. Да что тут говорить про какие-то санкции. Давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, вот сегодня очередной доклад, сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочих и так далее. Ну и что? Тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями. Я не понимаю, а чего вы ждете от меня? Меры будут жестокие. Второе. Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы, производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные, для того, чтобы и народы, и не другие видели, что мы состоявшееся государство. Для этого правительству и нацбанку, местным властям, парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, решению производства востребованных товаров и услуг. Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню. Думаю, администрации президента и руководителям парламента надо подготовить предложение, чтобы перенести в это время Центр тяжести принятия решений на губернаторов, чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к президенту за какими-то лишними согласованиями. Я хотел, чтобы вы это услышали и реализовали. Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, пожалуйста, как помогать таким инициативам. Хочу, чтобы меня услышали все, от председателя сельского исполнительного комитета до премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов. Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах, вносите предложение немедленно. Ну, в принципе, это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат, есть работа. Нет результата, до свидания. Идет война, и сейчас не до бумажек. Сейчас не до каких-то галочек, палочно-галочной этой системы. Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны, это не активная позиция нашего народа. У нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе, без условий и ультиматуму. Радуюсь, что в правительственной иноцбанке нет признаков истерии или нервозности. Это деловой настрой, надо сохранить и дальше. Но самоуспокоенность, если это самоуспокоенность, она недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями. Слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что удивляет меня, это больше всего в Минске, руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком умных там много появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, за руководителей парламента, за всех готовы работать. Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Вы ее имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь, за этим столом, и о которых я сказал руководителях, ограничены определенными рамками. Рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее, в Литве в Польше сидят. Там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем, и там или 6-8 лет по новому закону вы не получите. Но, слушайте, если вы руководите коллективом, вы государственные люди, и неважно, частное или государственное предприятие, тем более, если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, слушайте, вы понимаете, где вы находитесь. В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство. Но и с другой стороны, ну я не знаю, как было в 30-е годы, вы знаете, вот там репрессии и прочее были, я не знаю. Все эти факты в истории используются как кому выгодно. Но будем считать, что в 37-м, 9-м годах было неважно с нашей историей. Кто-то кого-то хватал, сажали и прочее, как я говорил, началась война, а генералы сидят в тюрьме, пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было, видите ли, кто-то за кого-то подписался, давай его хватай, тащи. Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате, всех мы все равно не увидим. Их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков. Ну и что? Мы что сейчас будем отвлекаться и их ловить там где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали. Я не знаю, когда там сегодня, завтра мы опубликуем социологические исследования. Они разительно отличаются от тех, что были год назад, хотя и те были в удовлетворительном таком состоянии. Поэтому всех этих подписантов мы должны видеть. Особенно если они работают где-то наверху, в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них, ну зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более, я говорю, уже многие уже в третий раз переобулись. Но те, кто нарушал закон, те, кто толкал людей на нарушение закона, у нас их тоже немало. Вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно. Не должно быть компанейшины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения вот этого. Нельзя шарахаться. Надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять людей на конкретных делах. Спуску никому не должно быть. Кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. И но еще раз подчеркиваю, это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти, которые в стране существуют. Я прошу это иметь в виду. Мы приняли закон, вот я приводил пример по поводу тех, кто подписан на эти экстремистские телеграм-каналы. Не надо сюда, как глава администрации, предлагает тащить списки какие-то, составлять, кому можно, кому нельзя. Глупость несусветная. Пусть руководители на местах определяются. Губернаторы, председатели, райисполкомы. Запреты никогда не приводили к нормальному результату. Но если мы сами себе уже не доверяем, ну слушайте, тогда надо действительно беглым отдать эту власть. Будьте аккуратными и осторожными. У нас больше, чем достаточно проблем. И их нужно решать. Еще раз повторяю, предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее туда, никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы их всех ликвидировали. Как бы ни было тяжело, мы же ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли. Восстановить обратно. Они никогда не будут восстановлены. Любые фонды, любые организации могут у нас существовать, но заниматься конкретным делом во благо Родины. Пусть защищают больных, пусть ковид лечат, пусть чернобыльцам помогают, нижчим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, инвалидами, лечат детишек и так далее. Милости просим, дорога открыта. Кто-то хочет создать фонды, пожалуйста. То есть, вот этот хаос надо сегодня заканчивать. Надо отстраивать новую Беларусь. Уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич, участники совещания, одновременно вступление в силу очередных санкционных пакетов Европейского Союза, Великобритании, Штатов, Канады свидетельствует о согласованных подходах и координации действий ключевых западных игроков в отношении нашей страны. При этом характерен субъективный фактор при выборе предприятий, на которое распространяются санкции. Отсутствует явно выраженная критерий, фактически применяется принцип, вернее, беспринципность, включая у кого хочу. Очевидно, что если санкции не дадут результата, они будут усиливаться и их направленность спрогнозировать проблематично. Следует отметить три основных канала влияния введенных санкций на экономику Беларуси. Финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий. В финансовом секторе ключевые риски концентрируются в способности обеспечить проведение расчетов предприятий и привлечения внешнего финансирования. По расчетам, всего за 10 месяцев текущего года в иностранных банках корреспондентах задержано средств на сумму до 10 миллионов долларов США в эквиваленте, что составляет 0,01% от среднемесячного оборота по внешнеэкономическим операциям. Заблокировано на текущую дату более 200 тысяч долларов США. То есть, исходя из предлагаемых цифр, ситуация далеко от критичной. По ресурсам. На 1 декабря общий объем средств нерезидентов во всех банках нашей страны 17 миллиардов рублей в эквиваленте. Рост за этот год составил 1 миллиард рублей. Увеличивается объем средств из Российской Федерации на 950 миллионов рублей, из Китая на 200 миллионов рублей, при одновременном ожидаемом снижении средств стран Европейского Союза на 850 миллионов рублей в эквиваленте. Чувствительными являются введенные пятым пакетом санкций США санкции против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям. При этом в 2022 году нам предстоит погасить 3,3 миллиарда долларов США в 2023-м 4,7 миллиарда долларов США внешних долгов вместе с обслуживанием. На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерации общая сумма запрашиваемых средств 3,5 миллиарда долларов США, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова